Это итоговый выпуск нашей программы. В студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! В ближайшие полчаса расскажем, чем нам запомнилась эта неделя. Власти края готовятся досрочно расстелить жильцов из аварийных домов. Об этом на неделе говорили в краевом правительстве. Вопрос в ветхих двухэтажах, так называемых бараков, все больше нависает над краем и Барнаволом в частности. Что планируют делать власти и что тормозит процесс, по их мнению, расскажем далее. 3000 домов признаны ветхими, 282 – аварийными. В нормальном жилье нуждается 6,5 тысяч человек. Ситуация с квартирным вопросом в крае по-прежнему неутешительна. Однако в профильном ведомстве считают, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Алтайский край получит на эти цели больше 4 миллиардов рублей до 2025 года. Бюджеты муниципальных образований, как и региональный бюджет, не позволяют в полном объеме обеспечить расселение жилищного фонда признанного аварийным после 1 ноя 2017 года за собственный счет, за счет своих бюджетов. Правительством Алтайского края неоднократно в адрес вице-премьеров Российской Федерации, в адрес Минстроя Российской Федерации под разные программы, под разные варианты поддержки и субъектов, в том числе Алтайского края, направлялись обращение о необходимости финансирования на федеральном уровне программы расселения аварийных домов, признанных таковым после 1 ноя 2017 года. Проблема аварийного жилья в этом году стала особенно острой. В начале апреля этого года пришлось эвакуировать жильцов двух аварийных домов. Шлак посыпался, такая пыль поднялась, где-то запорошило всего. Мы там как от фигары были. У дома по адресу 1-я Западная 51 частично обрушился карниз и фасад над одним из подъездов. Из-за угрозы дальнейшего обрушения жильцов эвакуировали. А через несколько дней переселять пришлось жильцов дома по советской армии 54. С одной из стен посыпался кирпич. Здание аварийное и люди давно ждали новой жилплощади. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние, и вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Глава региона уверенно заявляет, что учиться на ошибках больше нельзя. У нас ведь история должна чему-то учить. Люди в правительство приходят новые, в органы местного самоуправления приходят новые. Может быть, они не обладают этим опытом прохождения предыдущих этапов. Такой масштабной работы по расселению жителей из аварийных домов. Но в документах, в каких-то аналитических материалах, мне кажется, это должно оставаться, чтобы мы понимали, оно вообще-то хорошо расселили. Расселили это же ведь только, а по сути дела, выплатили компенсации. Судьбу ж людей, которым дали деньги, потом никто не отслеживал. Учитывая возможные последствия, в бюджете города были изысканы средства для внепланового расселения жителей данных домов. В результате, в 2021 году финансирование муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» было увеличено более чем в два раза. При этом в профильном ведомстве уверены, что край сможет досрочно завершить региональный проект расселения на два года раньше, в конце 2023-го. По данным Минстроя, расселение жильцов в целом идет с опережающими сроками. В правительстве говорили не только про «Барнаул». В Бийске 53 аварийных домов. Процесс расселения тормозят предпочтения жильцов. Примерно 80% – это все-таки предоставление новых помещений взамен изымаемым. И 20% – это идет выкуп. В период с февраля по май 2021 года не состоялось 14 закупок. В общей сложности не приобретено 74 живых помещения. Извещения о проведении проводились не менее двух раз. Основными причинами отказа является отсутствие помещений, удовлетворяющих потребностям заказчика, в частности, соответствующих размеру общей площади помещений, подлежащих расселению. В целом же почти за 10 лет в крае расселили 804 многоквартирных дома. Более 17 тысяч человек получили новое жилище. А с 2019-го Алтай вошел в нацпроект «Жилье и городская среда». С его помощью жильцы должны поскорее обрести надежную крышу над головой. А пока глава региона поручил опубликовать в СМИ весь список аварийных домов региона. София Яценко, Маргарита Гартунг. День с толком. Еще одна громкая тема недели. Пропажа 12-летней бийской девочки, ее чудесное нахождение и новость о том, что это было спланированное похищение. Этот случай показал, насколько незащищенным может быть любой из нас. На сегодняшний день ребенок жив и здоров. И, кажется, люди напуганы больше самой девочки. Похититель до сих пор разгуливает на свободе. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и узнала, как живет село спустя неделю после случившегося. Ну, слава богу, слава богу, живая. Представляете, родители, что перенесли. Почти два дня неизвестности. Около 40 часов безуспешных поисков, тысячи минут отчаяния. 12-летнюю девочку, которая уехала кататься по окрестностям на велосипеде, не вернулась. Искала все мало-енесейское. Все искали. Все слава. Все соседи, все друзья, все чужие, волонтеры. Первый день уже темно было. Прошли по лесу. Как бы до 7-го, туда до 3-х часов ночи проискали первый день. А второй день волонтеры приехали. Говорит, до 500 человек было. На следующий день у поисковиков едва не опустились руки. У реки обнаружили личные вещи девочки. Одежду и мобильный телефон пропавшей девочки нашли примерно на этом месте. Это берег реки Бии почти в 6 километров от села Мало-енесейское. Следствие сначала предположило, что ребенок мог утонуть. Водолазы обследовали акваторию реки, осмотрели береговую линию. Но версия с несчастным случаем не подтвердилась. В полутора километрах от реки нашли велосипед. Поиски продолжились. Позже станет понятно, что похититель хотел лишь запутать следствие. Однако ночью 2 августа неожиданно для всех девочка вернулась домой. Похититель ее отпустил. Счастливые все были, наверное, когда нашли. Тем более девочка не тронутая. Над девочкой похититель не надругался, рассказывают местные жители. Но жестокость проявил. Этот факт подтверждают исследователи. Несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. Силой толкнул девочку. Мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Идею похищения, по словам местных жителей, подозреваемый вынашивал не один месяц. За девочкой он в буквальном смысле следил. Изучил ее маршрут передвижения, причем он не просто хотел украсть ребенка, но и удерживать в своем подвале три года. Он эту девчонку уже почему-то давно приглядел, ей 12 лет. Почему он ее собрался в подполье держать три года почему-то? Подозреваемый, 40-летний местный житель, пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск. Заочно предъявили обвинение. Местные уверены, что их сосед, похитивший девочку, не в своем уме. И боятся за своих детей. Наши дети во дворе у нас. Под присмотром? Под присмотром, обязательно. Мне известно, что от него ожидать можно. Хитрый, очень хитрый. Вы его знали? Ну, его в принципе все знали здесь. Как вы думаете, почему он все-таки отпустил ее? Он просто увидел, что творится. Столько народа, поиска нечего. Психологи говорят, то, что похититель отпустил ребенка, вскрывает детские нарывы. Мужчина испугался, что его будут ругать, как, видимо, часто бывало в детстве. И вообще, люди с глубокими психологическими травмами чаще всего совершают. О социальной поступке рассказывают специалисты. Те, у кого глубинные травмы, внутренние конфликты носят болезненный характер, в момент стрессов, который у нас уже продолжается второй год, это эпидемиологический стресс, то вот эти стрессы, вот эта вся общественная обстановка, она вводит таких людей с глубокими травмами психологическими в состояние растерянности, и они начинают вести о социальной поступке. Семью девочки жители характеризуют как благополучную. Говорят, школьница умная, изучает языки и ходит на танцы. Люди уверены, что она справится с психологической травмой, которую нанес ей похититель. А вот что касается последнего, то его задержание сегодня ждет весь Алтайский край. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Понятно, что эта новость задевает чувства каждого нормального родителя, потому что от подобных ситуаций никто не застрахован. О чем же сегодня нужно поговорить с детьми, чтобы уберечь их от беды? И что делать, если ребенок все-таки оказался в заложниках? Об этом моя коллега Ирина Корчагина решила узнать у следователей. Ирина Валерьевич, ну, наверное, после этого инцидента с близкой девочкой многие родители вспомнили о том, как важно с детьми разговаривать, отпуская их на улицу. То есть как лучше проинструктировать ребенка, чтобы он не попал в какие-то подобные ситуации? Прежде всего необходимо всегда поддерживать психологический контакт с ребенком. То есть разговаривать с ним на тему, что его там беспокоит, как у него день прошел, как у него вообще жизнь происходит. Замечать перемены эмоционального фона настроения ребенка. Может быть, что-то его гложет, тревожит. В любом случае, любой родитель, я думаю, видит и чувствует своего ребенка. В случае, если что-то произошло, не каждый ребенок, я думаю, расскажет об этом родителям. Потому что, может быть, его это как-то пугает ответственность перед родителями и так далее. То есть нужно в любом случае всегда с детьми пытаться наладить общение и находить какой-то контакт, естественно, с детям, которые 7-9 лет, 7-10 где-то так. Наверное, нужно все-таки гулять где-то близко с домом, постоянно находиться на связи с родителями, чтобы они понимали, где их ребенок находится. Могли как-то проконтролировать. Если категория детей от 10 и выше, до 16 лет, например. Но тут дети уже растут, их сложно бывает в чем-то переубедить. Начинается переходный возраст. И тут сложно ребенка убедить в том, что нужно ходить, гулять где-то рядом с домом. И здесь важно быть, я так полагаю, другом ребенку. Пытаться понять вообще, чем он живет, с кем общается, может быть, связался с какой-то дурной компанией. И все-таки как ребенку объяснить, что не все взрослые бывают хорошими, и что должен ребенок заподозрить, если, допустим, к нему подходит какой-то мужчина или женщина, зовет его куда-то? Вот как и нам в детстве говорили, мне, моим ровесникам, что с незнакомыми дядями и тетями лучше никуда не ходить, потому что непонятно, какие у них намерения, какой умысел. Может быть, они какие-то имеют отклонения нравственные, психические, психиатрические. Может быть, это какие-то педофилы. Нужно всегда к любому человеку, к незнакомому, относиться с опаской. То есть, а, может быть, мне что-то подарят, какую-нибудь игрушку, либо какое-нибудь видео на телефоне покажут, либо телефон какой-нибудь подарят. То есть ни в коем случае детям не нужно, говоря простым молодежным языком, вестись на данные ситуации и включать голову. Вот эти самые маньяки, которые похищают детей, что им руководствует? То есть какая главная мотивация? То есть какие у людей бывают отклонения? Ну, просто понимать, какие это люди, зачем они это делают вообще? Данные люди, как правило, могут иметь какие-то психологические, психиатрические отклонения. Некоторым в результате комплексов психолого-психиатрических экспертиз выставляется диагноз педофилия. То есть, как правило, у данных людей есть какие-то внутренние отклонения в голове. То есть и часто ими движут удовлетворение своих половых потребностей. По внешним каким-то признакам тяжело распознать, что у человека есть какая-то склонность к удовлетворению своей половой страсти с детьми на похищение детей, на причинение им каких-то страданий. Юрий Валерьевич, давайте поговорим про так называемые кнопки безопасности. Даже вот взрослый человек, как я уже приводила пример, вот едет, например, в такси, может изучать приложение и просто наткнуться на кнопку безопасности. То есть если со мной что-то случилось, могут среагировать и понять, где я нахожусь, при каких обстоятельствах со мной случилась какая-то беда. Если мы говорим про детей, есть ли какие-то приложения, умные часы или какие-то программы в телефоне, которые могут родителям помочь найти ребенка, если с ним что-то произошло? Безусловно, приложения такие есть для сотовых телефонов. И продаются различные GPS-трекеры, смарт-браслеты, смарт-часы, при помощи которых любой человек, в том числе и ребенок, может как-то быть на связи с родителями, то есть нажав какую-то кнопку, передать им информацию, либо там есть тревожная кнопка, плюс у них на телефоне родители, разумеется, у них будет отображено место, где ребенок находится. То есть для этого и нужно, чтобы дети где-то находились неподалеку от места, где находятся родители, чтобы к ним мог взрослый человек прийти на подмогу и оказать какую-то помощь оперативно. Мне кажется, что данные гаджеты, назовем их так, они могут обезопасить наших детей от совершения отношений к преступлению, пресечь преступления родители смогут. Может быть, будет немного странный вопрос, но все-таки можно ли как-то детей научить вести себя в таких нестандартных ситуациях, когда ты оказываешься в заложниках, где-то в заточении, то есть может быть, как-то не провоцировать преступника. Вот есть ли какие-то у вас лайфхаки, скажем так? Любому человеку, в том числе и ребенку, необходимо вести себя покорно с тем человеком, который его похитил, то есть не перечь ни в коем случае, не вдаваться с ним в какие-то споры, то есть вести себя как можно более спокойно, чтобы не вызвать гнев у данного человека, того же похитителя, чтобы не произошло, не дай бог, убийство, чтобы он не лишил вас жизни. Уважаемые родители, со своими детьми нужно разговаривать, безусловно, уделять им больше внимания, несмотря на свою занятость в работе, в семейной жизни и так далее. Дети – это наше будущее, поэтому самое главное – это обеспечить их безопасность, их целостность, чтобы они всегда были под нашим присмотром, были в безопасности. Жители Тальменского района бьют тревогу. В ЦРБ практически не осталось узких специалистов. Пациентов даже с острой болью нередко отправляют в Барнаул, а на оставшихся специалистов ложится огромная нагрузка, вплоть до работы по выходным. Тальменцы обеспокоены, неужели им только и остается, что обращаться к знахарям? Анна Рашагирова продолжит тему. У нас осталось из узких специалистов детской консультации стоматолог и эфтезиатор. Больше нет никого. У нас нет ни кардиолога, ни невролога, ни окулиста, ни лора своего отдельного, ни хирурга. Справедливости ради стоит заметить, что хирург в стенах Тальменской ЦРБ появляется, ну, один раз в две недели. Поэтому, если пришел с подозрением на аппендицит, отправят в Барнаул, а это почти 80 километров. Тут, конечно, главное – успеть довести больного. Педиатры ставят атиты, танзелиты, ангины, лечат все это. У меня тяжелый ребенок, ребенок с первичным иммунодефицитом. Ребенок, который нуждается, у него еще много сопутствующих, и неврология, и кардиология. Ребенок, который нуждается в наблюдении узких специалистов. Из-за нехватки врачей в коридорах больницы очереди. На свои нервы пациенты доносят до врачей, которые при норме приема 4 человека в час успевают принять около 20. О кабинет экстренной помощи, говорят жители, без постоянного врача, потому что он вынужден вести прием на прикрепленном участке. У меня сейчас недавно жена руку поранила. Травотечение было большое. Приехали сюда, идите, берите направление в регистратуру. Тут кровь хлещет, они в регистратуру. Между тем, роддом работает только для экстренных случаев. Беременных женщин на сохранение, по словам жителей, не берут, а отправляют в Барнаул. И это при том, что при ЦРБ построен новый акушерский корпус. Тем временем на 42 населенных пункта в районе всего три педиатра. Два из них – молодые специалисты. Они идут на вызовы и по ночам, и по выходным. Работают в детском отделении, заменяя ребенку всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно. А отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень высшем. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. Порой приходится вести двойные приемы, еще люди без записи. И в итоге за рабочий день принимаешь очень много людей. И все это, к сожалению, сказывается на качестве оказывания помощи. За переработку, говорят, врачи не доплачивают. Не выдерживая нагрузки, они уезжают в соседний Новосибирский регион. А жители вновь в замкнутом круге. Не могут получить качественную медпомощь, не находят отклика и у властей. Главврач от комментариев воздержался. А почему ко мне эти жители не обратились? Я не в курсе, какие-то обращения побыли. Вот я писала 102 марта, я писала и Томенко. Я потом пошла на Вашин и президенту писала, и Мишустину писала, и в Минздрав России писала, все спускают на уровень. Здесь у меня все документы есть, здесь пишут, что у нас все замечательно. Во всем вот этом виноват у нас, оказывается, только ковид. А то, что у нас больница уже буквально 10 лет, никакая. Все бегут отсюда, бегут в соседний район Черепаново. Ответы на все вопросы, в том числе и как удержать врачей, мы ждем от Минздрава. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле простились народным учителем России Раисой Коркиной. Более 40 лет она работала в гимназии номер 22. Подготовила более 200 победителей Олимпиад по химии. И что невероятно символично, покинула этот мир в свой первый нерабочий день. Ее коллеги поделились своими воспоминаниями с нашей съемочной группой. Да, действительно, она умерла в первый нерабочий день. Наверное, что-то символическое в этом есть. Раиса Коркина до последнего дня была со своей родной гимназией. В возрасте 82 лет учитель должен был уйти на заслуженный отдых. Однако в первый же нерабочий день Раиса Андреевна умерла. Трудоголик. Человек, который вырастил более 200 победителей и призеров Олимпиад по химии. Свой педагогический путь Раиса Андреевна начала еще в 1965 году. И вот уже более 40 лет в Барнаульской гимназии номер 22. Она обладала каким-то особым даром находить талантливых детей. Вот она их с пятого класса буквально находила. И дальше она могла их вовлекать в творческую научную деятельность. И она была у них непререкаемой авторитетой. В 2012-м она первой в Алтайском крае получила звание Народный учитель Российской Федерации. Лучшие ученики Раисы Коркиной получили право вне конкурсного поступления в МГУ. Именно при Раисе Андреевне в гимназии открыли химическую воскресную школу. Сегодня близкие ученики и коллеги провожают любимого учителя. Она и к нам, к своим коллегам относилась очень так же, как к детям. Мы были окружены заботой. Она решала наши какие-то мелкие проблемы, которые были не в нашей компетенции. И с ней было очень комфортно всегда жить. Понимала, что ты всегда под охраной. 35 лет в этом году, а в августе исполнилось бы 35 лет, как мы вместе с ней работали. Это человек, который для истории нашего города, для истории гимназии он не повторил. К счастью, Раиса Андреевна еще успела узнать, что недавно один из ее лучших учеников защитил докторскую в Австралийском университете. Новость о смерти любимого учителя встретила бывших учеников в разных частях мира. Раиса Андреевна Куркина, она преподавала еще у моего супруга. Потом так получилось, что Кирилл, мой сын, попал к ней. Сейчас он находится в Англии, в научно-исследовательском центре имени Джона Иннеса. И вот вчера, когда ему позвонила, это в Норидже, в Англии, графство Норфолк. И он, когда это узнал, пошел искать православную церковь, нашел ее и заказал панихиду. По словам коллег, Раиса Андреевна всегда переживала не только за учебу, но и за личную жизнь своих учеников. Этот учебный год они встретят уже без своего наставника. Ирина Корчегина, Артем Гусильников, Дмитрий Денисов. День с толком. В конце мая Ростуризм запустил программу «Детский кэшбэк». Однако не все попали под 50-процентную компенсацию путевки. Часть родителей, оформивших своему ребенку отдых в загородных лагерях, вынуждены еще заключать договоры. Какие на этот раз, Дмитрий Дроздов продолжит. Желание вернуть 50-процентный кэшбэк с детского отдыха вновь переводит родителей в администрации загородных лагерей. По неофициальной информации, мамам и папам, которые купили путевки до 25 мая, пошли на встречу и позволили переоформить договор на сроки после 25 мая, чтобы попасть в программу кэшбэка. В этом году Ростуризм запустил программу «Детский кэшбэк», которая должна мотивировать семьи отправлять детей в загородные лагеря. Отбить от стоимости путевки можно 50%, но не более 20 тысяч рублей. Для оформления родителям нужно было собрать пару документов. Это чек об оплате путевки и договор с лагерем. Однако сройки не единственная преграда для получения. Если путевка была частично или полностью оплачена из бюджетов средств СССР, не может быть поддержана вот этой системой СБК. Речь идет о путевках с субсидиями. Правда, родители не понимают тогда, в чем смысл кэшбэка, если претендуют на него не все. На сегодняшний день алтайские мамы и папы отправили больше трех тысяч заявок на получение компенсации. Решение проблемы уже занимается, потому что большая часть путевок была оплачена именно с помощью субсидий. Но саму идею кэшбэка родители одобряют. Положительно, конечно. Учитывая то, что смена лагеря всего две недели, конечно, положительно. На программу в масштабе России выделено 12 миллиардов рублей. Еще 13 в правительстве страны планируют добавить до октября. До этого месяца все мамы и папы должны получить обещанный детский кэшбэк. По предварительным расчетам речь идет о почти миллионе российских семей. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Люди стали чаще жаловаться на большой объем негатива, который транслируется на телевидении. Из-за этого становится все меньше желающих включать телевизор. Так ли это на самом деле и чего, по мнению барнаульцев, не хватает современному ТВ в большом сюжете Софии Яценко. Раньше телевизор объединял людей. Перед ним собирались всей семьей, чтобы посмотреть кино, передачу или новости. С появлением интернета его популярность заметно упала. Люди больше не хотят потреблять информацию сплошным потоком. Ведь сейчас можно в своем гаджете найти то, что действительно интересно. Мобильные игры, ролики на Ютубе и короткие видео в ТикТоке. Вот что сейчас в тренде у так называемого поколения Z. И даже просмотр мультфильмов у них не обходится без гаджетов. Старшее поколение считает, что в этом есть свои плюсы. Так как по телевизору сейчас сплошной негатив. Я просто представляю, девочки смотрят. Получается, что если смотреть наше телевидение постоянно, что семейных ценностей у нас вообще в России не осталось. У нас надо обязательно иметь любовников, любовницы. Деньги у нас зарабатываются исключительно половыми органами. Если ты вовремя не применил, то ты, в общем, становишься бедной девочкой. Материнство-то вообще растоптано конкретно. То есть вот эти вещи мне крайне не нравятся. С этим надо что-то делать. Также Елена считает, что некоторые шоу приводят к неправильному представлению о людях из периферии. Герои их, егошние, это вообще кошмар, конечно. Вот дайте вот посмотрите, что передача. Такое чувство, что у нас в деревнях, я вообще чисто городской человек, я в деревнях вообще не бываю. Вот у меня поэтому складывается такое впечатление, что в деревнях вот только такая деградация населения происходит. То есть нормальных людей у нас в деревнях уже там не осталось. Только там все алкоголики, ну так тоже как-то нельзя. Несмотря на то, что уставших от плохих новостей много, все же скандальные темы остаются одними из самых обсуждаемых. И на это есть свои причины. Эмоция, так сказать, некая упаковка товара, чтобы донести о чем-то нужно на скандале, на эмоции, на крики где-то. Опять же, чтобы докричаться. Сейчас главное докричаться, к сожалению. Но это реальность, тренд такой. Да, поэтому это можно осуждать. Но кто-то все равно телевидение имеет своих сторонников, свою аудиторию. И эта аудитория сохраняется, это очень важно. Ну просто такая упаковка сейчас, такое время. Мы этим-то и живем, эмоциональным состоянием. То есть мы благодаря им, мы, так сказать, проявляемся. И мы можем испытывать эмоциональное состояние высокое как по поводу чего-то позитивного, так и негативного. Но как раз на негатив мы реагируем легче, проще. Вызывает эмоции у нас это гораздо проще, чем хорошая новость. То есть, ааа, это да. А хорошая, ну. При этом люди сами охотно ищут в интернете те новости, которые как раз и вызывают это высокое эмоциональное состояние. Специалисты считают, что телевидение теряет популярность не из-за негатива, а больше из-за потребности человека в интерактиве. На данном этапе, на мой взгляд, телевидение тоже переживает такую определенную реформу, если можно так сказать. То есть на некий новый уровень оно выходит в погоне за интернетом. Но в чем принципиальное отличие от телевидения и интернета в том, что интернет более интерактивен. Также Артем считает, что у телевидения сохраняется своя целевая аудитория. Наша съемочная группа решила выяснить, смотрят ли телевизор жители Барнаула и что им интересно. А я все смотрю. И развлекательные, и вести, и буквально все. Мне все нравится. В основном спорт. И новости иногда. Все. Я бы хотел посмотреть, что-то про завод, про цех. Вот когда говорят из белорусской программы, что мы слушаем вашу передачу, там консервископ, правда, всем цехам. Но у меня это слово цех такое отдаленное. Я вообще про производство ничего не слышу. Я просто люблю фильмы смотреть. Их показывают очень мало, поэтому в основном какие-то аналитические программы, сериалы. Ну, мне они неинтересны. Конечно, совсем избавиться от нежелательной информации у телевидения не получится. Но обилие телеканалов позволяет выбирать то, что интересно зрителю. А значит, будущее у телевизора есть, даже при наличии интернета. София Яценко, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Эта неделя была знаменательна и еще одним событием – планетарного масштаба. 60 лет исполнилось с момента полета Германа Титова в космос. Наш земляк стал вторым космонавтом в истории, но все же в чем-то Титов был первым. Первый поспал в космосе, первым показал человечеству, как выглядит планета Земля из космоса. И не только. Ирина Корчагина продолжит. Многие посетители у нас всегда обращают внимание, что по астрономии у Германа Степановича четверка. Но это не помешало ему слетать в космос и стать вторым человеком, покорившим космическое пространство. Шарфик, лыжи, детская гармошка, первые тетради. Именно этот мальчишка из Алтайского края 6 августа 1961 года совершит полет в космос на корабле «Восток-2». Именно этот мальчишка, у которого четверки по астрономии, покажет человечеству, как выглядит наша планета из космоса. Именно Герман Титов сделает первые фотографии из космического корабля. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом майором товарищем Титовым. В 25 лет самый молодой космонавт совершил самый продолжительный полет в истории освоения космоса на тот момент – 25 часов 18 минут. За это время Титов 17 раз облетел Землю, успел поесть, поспать. По воспоминаниям Германа Степановича, он проспал больше положенного на несколько минут. И на Земле забеспокоились, что космонавт в положенное время не выходит на связь. Но потом оказалось, что все нормально. Космонавт просто крепко заснул в космосе. Ежегодно музей имени Германа Титова посещает около 30 тысяч человек. Кстати, в доме Титовых, который еще называют «Ласточкино гнездо», до сих пор плодоносит яблоня, которую посадил Титов. Из раняток сотрудники музея делают варенье и угощают гостей. Герман Степанович вообще очень любил свою родину. Он использовал любую возможность, чтобы побывать в родном селе, вообще в Алтайском крае. И так получилось, что вот в 2000 году Германа Степановича не стало. И он за месяц до своей смерти неделю гостил у нас в Алтайском крае. Был в музее, встречался со своими одноклассниками, односельчанами. Жесть. Жесть, да, это реальная жизнь. Прикольно. Многие дружали, когда сидел. Боялся, что упаду куда-нибудь. Титов навсегда прославил небольшое село в Алтайском крае, численность которого всего 800 человек. И кто знает, может быть, Герман Степанович – это еще не последний космонавт в истории Полковникова. Конечно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Такой мы запомнили эту неделю. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...